Как мы привыкли на протяжении 30 с лишним лет видеть эти бумажки, мы продолжаем видеть эти бумажки. Если даже были минусы, эти минусы должны сгладиться результатами выборов. Как такового народа на дебатах нет. Наши кандидаты сами не участвовали в дебатах. Это может быть какой-то минус. Да потому что не хватило денег. Не все, что показывают СМИ, оно выражает то, что происходит на местах. Говорят о демократии в обществе. Демократия, пожалуйста, свобода слова и все прочее. Зашли туда в 7, вышли в 17.00. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Народ стал требователем. Президент должен опять ткнуть кого-то лицо. Новая жизнь начинается не завтра, и не в понедельник, и не с первого числа. Настало время менять не статус, а что-то в жизни. Я Садат Абдузакирова, студия Макон, Янги Хайот, Новая жизнь. Здравствуйте. Итак, у нас в гостях в студии депутат районного совета Худайбергенов Умит Батырович и депутат районного совета Мирзараимов Джамшит Ильхам Джонович. Добрый вечер. Добрый вечер. Умит Батырович, это у нас партия Узли Деп. Так точно. И Джамшит Ильхам Джонович, партия Мили Теклянаш. Подожди. Вот вчера у нас по всем телеканалам страны прошли дебаты, где выступали доверенные лица от партий, пяти партий, которые представляли интересы своих партий. Мы не будем сейчас говорить о самих программах и всем прочем, просто даже об организации этих дебатов. Во-первых, были доверенные лица. Во-вторых, говорили чисто по бумажкам, как мы привыкли на протяжении 30 с лишним лет видеть эти бумажки, мы продолжаем видеть эти бумажки. Ваше мнение о вчерашних дебатах? Ну, Садат Абзуакир, спасибо, что вы пригласили нас на эту передачу. Мне очень приятно здесь присутствовать. Что можно сказать о дебатах? Ну, мы, так как, я так думаю, за пять лет привыкли к свободе слова, все ожидали совсем, наверное, другого чего-то, да? Ну, так как это представляли наши доверенные лица, наших кандидатов от наших политических партий, я так думаю, что в следующих выборах, я думаю, это все проявится еще более активно, более ярко. Почему? Потому что все ожидали, что это будет так же, как это было с депутатами предвыборной кампании депутатов, что это была агитация, такая пропаганда, большие дебаты. Ну, так было принято в этот раз, что кандидаты участвовали, я думаю, каждый по мере своих каких-то навыков, знаний и того, что было проведено в течение месяца, каждому из доверенных лиц было такое право дано по Ташкенту, по регионам выступать. Наши кандидаты тоже объехали все регионы, вы, наверное, это тоже знаете. Соответственно, отставили ту программу, которую наши кандидаты представили. И я думаю, если даже были минусы, эти минусы должны сгладиться результатами выборов и тем, как они должны будут пройти. Самое главное, я думаю, мы живем в мирной стране, все у нас проходит. Наблюдатели со всех стран, которых пригласили, присутствуют уже, как более месяца они здесь находятся, ведут свою работу. Я думаю, выборы должны пройти независимо от того, как прошли дебаты. Очень спокойно, справедливо, демократично. А самое главное, я думаю, что наши все граждане, я пользуюсь случаем, хотел бы всех граждан нашей страны призвать проявить свою гражданскую позицию и поучаствовать в будущем нашей страны. Почему? Потому что за этим стоит будущее наших поколений, наших, будем говорить, всех молодых людей, на которых мы делаем ставку, делает ставку наш президент и, я думаю, делает ставку наш народ. Спасибо. 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 Но у меня вот такой еще вопрос. Вот эксперт Бахтию Редгашев сейчас в соцсетях идет бурное обсуждение его выражения. Просто даже процитирую. Да? Он сказал, что узбекская общественность и политикум не готовы к подобному шагу, то есть к дебатам. Не кажется ли вам, что этим выражением он как бы, по моему личному мнению, что это даже как-то оскорбительно в сторону народа? Что значит не готовы мы? Как раз таки у меня вопрос такой. Вот на протяжении двух месяцев я наблюдала, любая партия, я не буду конкретно о ком-то говорить, да, ими, ваша партия, ваша партия. Проходили встречи, да, с избирателями. Посмотрите даже те видео и посмотрите, кто сидит в зале. Вот мы говорим общественность, да, мы говорим молодежь. Я не увидела простых людей, я не увидела граждан. Там сотрудники сидят, хокемиатов, там сидят те, кого награждали, там сидят те, которые работают в каких-то органах или очень крутые бизнесмены. Как такового народа на дебатах нет. Ну, давайте я отвечу на ваш вопрос. Ну, первое, хотелось бы вернуться, что сегодня согласно действующему законодательству только политические партии могут выдвигать кандидатов в президенты. У нас их пять, и от всех пяти политических партий выдвинутся кандидаты, да. На протяжении месяца или, как вы говорили, вот уже двух месяцев идет подготовка, и месяц вот был дан старт, соответственно, из предвыборной кампании. Соответственно, каждое доверенное лицо, оно, соответственно, выступало в разных регионах и высказывал позицию программы тех кандидатов, которые каждая политическая партия на своих съездах утвердила и выдвинула, да. Если переходя, значит, к дебатам выражения мысли, да. Ну, я так думаю, может быть, в этот раз так получилось, что наши кандидаты сами не участвовали в дебатах. Это может быть какой-то минус, да, о чем мы сейчас выше говорили. Но я не думаю, что каждый из доверенных лиц как-то меньше или не так осветил программу того или иного кандидата. Другой разговор, это было бы живее и красивее, когда бы сами кандидаты успели. Ну, так как, я так думаю, так как уже насыщенная программа и каждый кандидат, вы знаете, что вчера кандидат от нашей политической партии, мы вчера там присутствовали, он выступал перед ташкентскими избирателями. Наверное, это все тоже в СМИ освещено было. Ну, ваше мнение может остаться вашим. Я лично присутствовал там и могу вам сказать. Были совсем разные конфессии. Да, может быть, в глаза бросаются олимпийцы, люди с медалями. Ну, каждая политическая партия хочет показать свои достижения, своих членов партии. Наверное, в этом есть какой-то плюс или минус, да, то, что сажают, вы говорите, что это необычные люди. Потому что те же, вы говорите, люди с различных хакимиатов, они принадлежат к тем или иным партиям. Без этого не может быть политики. Теперь, переходя, значит, к моменту того самого изюминки, да. Я вот вчера сам присутствовал, в зале было очень много молодых людей. Если вы не видели эту трансляцию, я все-таки очень хотел бы, чтобы вы посмотрели, и подписчики Макон Медиа тоже посмотрели это. На самом деле, несколько молодых людей, незапланированных, то есть для выступлений, выразили благодарность. То есть там был у нас парень, поднялся он в нашей партии, состоит, не состоит, я не знаю, но он оказался там. И он рассказал, что вот он в 2016 году заканчивал в Америке высшее учебное заведение, его отговаривали поехать в страну. Но он приехал, все-таки набрался мужества, начал свой бизнес, открыл несколько направлений, и сегодня он процветающий бизнесмен. Независимо от этого, кандидат от нашей политической партии подчеркнул, что на сегодняшний день есть примеры в бизнесе, так как он выдвижен от партии, либерально-демократической партии, узли ДЭП, а это партия либералов и, соответственно, безовых предпринимателей и деловых людей. Он сказал, что на сегодняшний день есть в нашем обществе уже бизнесмены, которые не боятся и у которых на счетах есть 80 миллионов долларов. Он это подчеркнул. Даже Зафар Хашимов, после этого выступая, эти же слова подтвердил, что нет никакой опасности для бизнеса на сегодняшний день. И это есть налицо. Я так думаю, были времена, когда люди боялись держать деньги, зарабатывать, выходили до какой-то миллиона, их приходили, проверки и прочее. Этих нет моментов. Это на сегодняшний день. За эти пять лет это фактовый такой момент. Я бы хотел его отметить. Второй очень важный и, я так думаю, очень знаменательный момент, который наш кандидат в своей предвыборной кампании тогда оглашал и сделал. Это, открыв конверсацию и свободное обращение валюты, либерализации в данной области, привели к работе экономики. Я так думаю, на сегодняшний день раньше предприниматели ломали голову, как вообще проконвертировать деньги, как закупить товар, как сделать это. На сегодняшний день это простая операция. Мы жили в тех моментах, когда были три курса, биржевой, черный, центробанковский. Никто не понимал, наши партнеры по бизнесу не могли разобраться в этом. Это сегодняшнее наше достижение, я так думаю, именно в области экономики. Есть, конечно, над чем работать, есть еще много над чем трудиться. Я думаю, в программе нашего кандидата это все описано попунктно. Там очень много расписано в его пятилетке. Об этом, я так думаю, мы чуть позже еще поговорим более детально. Я бы хотел сейчас просто сказать, что все, что не делается, в работе всегда будут какие-то минусы. Там, где есть работа, там будут допущены ошибки. Другой разговор, есть ли эти ошибки поправимы. Если эти ошибки поправимы, значит, мы можем идти к эволюции, демократии и развитию. Прекрасно. Ваше мнение? Экспертамы с Бахтерю Котоманом береген бюфикюры, мазгиня, джаклангима, чунки буйнисан, бальким, бальким, бальча, шея, намзотлэн, дастуруны, оборвоткеллэр, влаеты, техщики кормят, бальким, буйнискікасаль, бухнин'teuah, бальким, бунар саги салбожа, б setups емотлэр нот ak voyanni, man topo land ashkel, Этотument, мы так вот кем не думал. Вот так вот, так вот, что президентом изеành verdadeием. Президентом изеяч 숨сяodi в каждой демократии, тошкин же хара охолei сихиям рожатля Decongals, Деянсон, tudo я 하ше доллар – делать, шеаты учитывающее, шеующий рок, шеанч 하�ьеваки, в rifleman поShay kotawo, Я хотел бы только здесь единственное добавляйтесь к своему коллеге. Мы тоже, на самом деле, я его лично не знаю, Бахтероке, это отзывы. Я, как представитель политической партии, участвующей в активной жизни нашего города, я не могу сказать в масштабе страны, мы в каждом районе, доверенное лицо нашего кандидата проводило встречи. И на этих районных встречах участвовали абсолютно все. Мы приглашали туда простой народ. Лично в Бегтимире выступали абсолютно все слои населения. Абсолютно была дана возможность, даже были люди, которые написали стихи, посвященные вот этим пятилетке изменений. Я хочу об этом подчеркнуть. Поэтому, может быть, наш эксперт, он не проявлял свою активную гражданскую позицию и не участвовал в этих моментах жизни нашей. Видно у него такое сложилось мнение, потому что не все, что показывает СМИ, оно выражает то, что происходит на местах. СМИ, конечно, показывает только какую-то короткую, яркую часть, но на самом деле там в живых моментах происходит совсем все поиначе. Не все свободное выражение мыслей простого народа, не всех просто вопросы передает СМИ. Я вам это заверяя говорю, что на самом деле в Бегтимире, когда была встреча, абсолютно всем была дана возможность рассказать. Я вчера, присутствуя на встрече избирателей президента лично, кандидата от нашей партии в президенты, соответственно, вчера он в конце сказал, давайте уберем протокол, на самом деле всегда есть регламент, там 5 человек выступают по 5 минут, вы знаете. Мы вчера просидели там 8 часов, зашли туда в 7, вышли в 17.00. Это на самом деле, вот регламент планировался на 4 часа, то есть это говорит о том, что на самом деле были выступления людей, которые не запланировались. И он просил всех дать ему какое-то предложение, чтобы он добавил это в свою программу предвыборную. Были ли упущены какие-то моменты, где-то попросили построить роддом, где-то попросили построить высшие учебные заведения. На все было даны ответ, оценка, и я так думаю, президент это все, будущий наш кандидат в президенты, значит, записал. Я думаю, в своей предвыборной кампании он, соответственно, это все какие-то моменты дополнит. Ну вот я хочу сказать, что я тоже, меня это очень выражение задело, и у меня такой вопрос. Вот мы говорим, все говорят, и опять-таки все 5 партий, я не буду выделять кого-то, говорят о демократии в обществе. Да, демократия, пожалуйста, свобода слова и все прочее, прочее, прочее. Согласитесь, что на данный момент сейчас, как только появляется человек или несколько людей, и есть там примеры, мы знаем с вами, насколько идет давление со стороны нашей власти. Если мы говорим о демократическом обществе, тогда объясните мне, почему никто из депутатов или, ну, кандидатов сейчас в президенты не будем говорить, мы говорим о депутатах давайте, да. Я не видела, чтобы кто-то где-то за кого-то заступился. Ну, допустим, даже тот же недавнешний автоблогер, да, Ганиев, по-моему, да, его фамилия была, которого закрыли и дали ему 15 суток, обвинив в том, что он там поперек сотрудников ГАИ, что-то там сказал и все прочее. До этого мы знаем, да, Сатарей, та же история, потом знаем историю с давлением Эмины Караманова, у нас была такая тоже общественница. То есть все равно мы не можем избавиться и говорить о демократии, скажем так, да, я не говорю, я не вижу демократии пока. Ну, Сататапа, во-первых, спасибо за такой конкретный и, будем говорить, яркий вопрос. Он глобально еще остается больным для нашего общества, я так считаю, по крайней мере. Но давайте будем смотреть правде в глаза, что было 5 лет назад. Давайте вернемся 5-10 лет назад, буквально, да никто не мог просто выходить и что-то говорить, включая вас, включая меня или включая вот моего коллегу. Никто просто не мог ничего говорить. Это факт. Смотрите, сколько сегодня открыто возможностей, что все могут выражать. Да, есть моменты, когда, я так думаю, что, значит, исполнительная власть, которую вы выше сказали, да, еще не может смириться с тем, что освещают какие-то их минусы. А в работе есть минусы, с этим надо смириться. Не смириться, а принять. И принять, я имею в виду, что если тебя освещают и показывают тебя, тебе надо над этим работать, да, и принять это как должное для того, чтобы быть лучше. А у нас почему-то это воспринимают, что это, соответственно, в укор, соответственно, против. Нет, наш президент, вот наш президент действующий, я не хочу еще сказать, как он, как кандидат в президенты, он сказал, я поддерживаю блогеров. Я их буду поддерживать во всех отношениях. Вы зеркало того, что сегодня должно быть. И на самом деле, давайте посмотрим правде в глаза, все-таки меняется же страна. Меняются люди, меняется власть. Народ уже не тот, который был пять лет назад или десять лет назад. Народ уже не может смириться с несправедливостью, где-то не закроет глаза, допустим, на, к примеру, неправомерность или прочий момент. Народ стал требователем. И вот последние, я так думаю, события, которые происходят в нашей жизни, я думаю, это факт налицо. Если у моего коллеги есть что добавить, я думаю, он тоже добавит. Нет, нет. социальные создания в свою жизнь даем так, что все желают. В этом случае мы делаем свои шансы, но почему я делаю свои тюрьки. В этом случае это больно-депутары. Вот почему я делаю сучку, это чипников. Я делаюgment в правы праве. Победим так я делаю себя сучку. Я у них блогеры и зак salad в делаках. Добро пожаловать в Киеве, Великолепно, альбом. Я не знаю, я. Я обеспечиваю свою страну, чтобы обеспечить среди заслуживания. Когда мы работаем, у нас есть маркера, из моих областей, И как раз я сказал, я не знаю, что джигащи, но я не знал, что в этом направлении, потому что мне соответствует блогеры и правдой языке. Но благодаря чему мы в отношении лагеря с этим, мы не делали ничего не нравится, потому что мы делали это видео. Прямо давалиد в веб И я сказал, что они не 모�ны, а я вам говорю, что я вам делаю это с этими инстинками, и как мы делаем это с вашими рекламными, и вы знаете, что вы делаете дел. У меня там есть правы, sleek, но это возможность. Нам надо предложить его предложение. Они будут подolsки, депутаты, информации. Мы хотели бы еще добавить, по блогерам, раз мы пошли в эту степь, все отлично, что у нас появилось столько произволяющих свою гражданскую позицию людей, то есть кто-то стал в одном направлении двигаться, во втором, но не все блогеры делают это с той душой, которой это должно быть делаться. Почему? Потому что, во-первых, кто-то нарушает закон, у нас на сегодняшний день, мы уже неоднократно это поднимали для нашей палаты Али Мажлиса, что все равно нужно, чтобы был закон о блогерах, то есть как-то это должно закончиться. Второе, вот коллега сказал, очень большая вещь, не все почему-то блогеры хотят участвовать в общественной жизни, это факт сегодня. В каждом районе, в каждом городе организованы Халк Парвар комиссии, куда мы пригласили абсолютно почти всех блогеров. Я знаю, тоже в Мирзолубеке являетесь членом такой комиссии, но почему-то какие-то блогеры остаются в тени, почему? То есть они хотят какую-то свою выгоду или другие какие-то моменты освещать, а в общественной жизни на сегодняшний день, который важен для нашего народа, не как какое-то направление, а конкретное. Есть очень много проблем. На самом деле их можно рассказывать, и я думаю, времени не хватит этого эфира. Но если мы все объединимся, вместе мы сила. Вместе мы сила. Хорошо. Спасибо. А сейчас мы посмотрим сюжет и потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok. Да. если кто-то собрался, т.к. больше нет если вы все снижете личное волосы, я не знаю ты не снижаешь, milyон, мусорбите от тебя не живет из азбекистана ... ... Я не знаю, что это, в том числе, я не знаю. Добавляю, я не знаю, что это за счет. Я не знаю, что это за счет. Я не знаю, что это за счет. Был, когда есть сосканика? Голосы. Единственное наше решение. Нет. Это очень страшно, что добивется. Немножко теперь сообщить в Азербайс. Д нами одновременно это срезаем. Немножко оказывает оплачивание. Я ухожу в мигратор. Я думаю, что это почему такое? Я приезжаю раз Speaking of гробов, внутренне ж Nyically Я работаю на врачи, что у нас есть Багрия... Мамед. Я работаю тут. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это неправильно. Мы посмотрели сюжет с вами, Джамшит Ильхамджанович. Вот Алишера Кадырова, на прошлой передаче у нас был сюжет, и там знают двух депутатов очень хорошо, это был депутат Алишер Кадыров и Расул Кушербаев. Ну, ваш кандидат в президенты, он как бы отмечен людьми в основном такими, знаете, громкими высказываниями, и последнее вот это высказывание по поводу, значит, обложения налогом наших иммигрантов, которые работают за рубежом. Мнения разделились, вы видели по сюжету, что кто-то говорит, наверное, может быть и надо, кто-то говорит, с ума сошел. Мое мнение лично, я считаю, что либо ваш лидер просто пытается, по-хорошему, по-доброму говорю, пытается действительно, как они говорят, популяризировать себя среди наших граждан, либо как на второй или на третий день после этого высказывания опять-таки сказали, что неправильно его поняли. Можете ли вы нам разъяснить, может быть, мы неправильно его поняли? Существует для меня, о том, что лично, я был в Али-шель-хадереве, и я участвовал в аммигах и свои фокусы, и в особенности мне показаны, что лично, что я, я понимаю, что лично третий, Я понимаю, что лично, о том, что это понимание, целый потенд, или это рассказывает, если вы хотите, что это делается делом, дорогие программы для правительства государств против России – единственное, что за правительство государств Это очень важно. Мы не хотим остановиться с конец года. Но я не знаю, что заботы, которые мы не хотим, я не хочу, не хочу. Причем, что мы не хотим. Затю, что в Азбекистане находятся, мы хотим, чтобы вы национальности, у нас были дни судьбы, с точки зрения моего мира, и мы судьбами, мы хотим, чтобы вы могли бы дать себе еще нахватку. Мы хотим путешествовать все еще с днём. Таким образом, разглядываясь, я не хочу, чтобы выросли, потому что если мы участвуем в т בא�етermanх, как у нас у нас есть в себе цель, здесь есть черный казах, но если товарищу зарегистрировали с девушками, чтобы платить деньги на 18 лет, то если что же она родина, то они, как мы говорим, то они зарегистрированы. Мы не знаем, это очень важно. Но наши работники, мы трудно имел эти важные работы. Мы не хотим помочь на этот раз в историческом жизни. Но мы должны помыться, мы должны вытески в государстве и остановиться. Мы должны выделять работу, мы должны сделать запрещение, но мы должны такие важные работы. по-английски, strings, и они то, и что, вернее, я не помню, все, и я помню, что я не знал, что я не знал, что мы знали, что мы должны знать, что мы представим, что мы сами не знали, а люди будутfoot Все по-английски действуют, и есть ответы. Я speak, что у них нижняя. Но при этом я как-то наше точное внимание, они сейчас не считали знания о полном текущем плане, почему все живут в парламенте или в politique. То есть и расстояние. Это условие реализации факультета следует, если мы хотим изобрать это этот мир или изобраться, Я не хочу присоединиться к своему коллеге, потому что Алишер Килдевич очень грамотный политик, очень опытный политик и хороший игрок. Я не буду сейчас говорить, что это популист, потому что могут меня здесь не так понять, но я хочу сказать одно. В своей предвыборной кампании он уже это высказал, а слово не воробей, вылетит никогда не поймаешь. Значит, если говорить с юридической точки зрения, о чем он говорил, ну, во-первых, у нас есть на уровне международных соглашений взаимозачетная ставка налогообложения. Мы сейчас конкретно говорим о доходах на физических лиц. Он конкретно вопрос поднял об этой части. То есть те деньги, которые заходят, если бы мы с них получили бы налоги, вот эти 14 или 4%, мы бы еще сколько-то в бюджет получили. Ну, это такая маленькая цифра относительно. Эти налоги, мой коллега чуть-чуть ошибочно сказал, эти налоги скапливаются для того, чтобы покрыть пенсионный фонд. На самом деле, с этих налогов, которые у нас подоходные берут, в социальной сфере выплачивается пенсионный фонд. На это у нас, на сегодняшний день, наш кандидат в президенты высказал свое мнение. Он сказал, на это у нас деньги есть. И он сказал, мы никогда не будем с иммигрантов брать налоги. Мы только будем работать над тем, чтобы сократить налоги и сделать нашу жизнь лучше. Поэтому каждый имеет право на свое мнение, и пусть он останется при своем мнении. Мы для этого здесь и собрались. Единственное, я хотела уточнить по поводу того, что дети учатся или ходят в детский сад. Вы меня извините, у нас конституция защищена, у нас образование бесплатное. Бесплатно. Детский садик бесплатный. Извините. Это вообще не в тему сказано. Ладно, это опять мое сугубо личное мнение. К вам вопрос. Ваш кандидат, ныне действующий президент нашей страны, Шавкат Мироманович. Президент страны очередной раз принял решение, и об этом заявил в своей предвыборной кампании, выделить очередной раз махалинским комитетом деньги. Теперь по 10 миллиардов сумм. В городе Ташкенте 575 махалей, которые получат по 10 миллиардов сумм. Мы недавно, даже еще не закончилась эта программа, знаем о том, что выделенные деньги на махалинские комитеты, на обот махаля, практически разворованы. Давайте говорить об этом. Мы не можем найти концов. Мы приходим в Хакимят, нас отправляют в Махалю, в Махалю приходят люди, их отправляют в Хакимят, а чего-то нет. Ну, давайте, Саадат, я буду честен перед вами. Мы находимся внутри этой каши, да, и вот все события, которые происходили за последние полтора года, то есть это вопрос пандемии, да, который был сложен для всех, для всего мира, да. Мы были все не готовы к этому. И народ тоже не был готов. И, я думаю, власть тоже не была готова. Поэтому в этот момент были вот кое-какие поручения, и через определенные фонды пошли деньги, в которых были ошибки. Но вы ошибаетесь, что они бесконтрольные. Вот на сегодняшний день я вам по объективниру могу сказать, все равно идем за тем, выявляем, прокуратура вносит протесты, мы меняем решения, которые ранее приняли депутаты, будь то, будь то это было принято там, согласно 250-го постановления Кабмина, там, по политике молодежи, да, и прочие моменты, то есть или по железным тетрадям. Ошибки есть. Там, где есть работа, будут ошибки. Но другой момент, другой момент, что хотел, я вчера присутствовал там, и на самом деле наш президент, действующий президент, на самом деле, когда это сказал, там, ну, председатель Махали, он вышел, он должен другую речь говорить, наверное, я так понял, он просто сбился с толку. Кстати, с Мирзолукбека был, этот Махалинский и Раис, и вот эти 10 миллиардов, он сказал, что, он сказал, что это должны общественным мнением, то есть, помимо этого, внесутся еще помощники Хакимов, которые будут работать в Махалях, соответственно, помимо этого, будут экономисты закрепленные, то есть, сначала, чтобы в Махале какие-то появились свои деньги, а это будет только механизм такой, чтобы сдвинуть с мертвой точки. Дальше Махаля должна проработать вопрос для того, чтобы она социально смогла помогать тем, будем говорить, слабо социально защищенным слоям населения. То есть, такие должны созданы быть рычаги и механизмы, на которых на сегодняшний день у Махали очень много проблем. На самом деле, мы, работая с Махалинскими комитетами, мы видим минусы. На самом деле, вот, вы знаете, только сейчас Махалинскому комитету выделили там канцелярию и там или прочее. Ну что, они, блин, из воздуха, что ли, брали эти канцелярские товары? До сегодняшнего дня существовала Махаля, отвечала на каждое обращение граждан. И только вот сейчас, им с 1 ноября этот бюджет определили, что это должно быть с местных бюджетов, да? Там вопрос еще прозвучал, что повышение будет их зарплаты на 35% у кого более тысячи там избирателей, да, там, соответственно. И я думаю, это очень хороший положительный момент. Помимо этого, наш кандидат, он определил, что нужно создать рейтинг первое, второе, третье место. И кто в Махале будет теперь созданы моменты, как Махаляда, Дуду, Гяб, да? То есть, такой вчера термин был внесен со стороны нашего кандидата. Чтобы обсуждали в Махале какие-то проблемы насущные, может быть, освещали. И, соответственно, от этого будет создан рейтинг, насколько будет меняться жизнь нашего народа. И самый главный еще момент. Наш кандидат вчера пообещал, что за счет бюджета в каждой Махале минимум два раза в месяц будет культурно-просветительские программы. То есть, будут приезжать артисты, и в ташкентских 575 Махалях будут проводиться минимум два раза в месяц концерты для того, чтобы поднять настроение и культурные какие-то моменты. Это будут задействованы как артисты, будем говорить, Министерства культуры, так же театры для того, чтобы нашу жизнь сделать более приятной. Вы поймите, что люди должны отдыхать. Тот, кто умеет хорошо работать, тот должен уметь отдыхать. Да, я вас сейчас перебью, прежде чем вам дам слово, я просто вам хочу сказать. А не кажется ли вам, что, насколько я знаю, все это было уже запрограммировано, так это лет 10 назад? Почему же тогда никто не вышел ни с тем предложением, ни с теми же концтоварами? Почему никто не возмутился в тех махалинских комитетах, что нам не на что купить эти концтовары? Почему мы за свои средства предъявляем? Почему опять мы приходим к тому, что президент должен опять ткнуть кого-то лицо? Вы говорите, это ко мне вопрос? Я хочу, соответственно, сказать одну вещь. Ну, будем говорить, вот этот орган самоуправления на местах, на него на самом деле было очень малое внимание. Давайте правде смотреть в глаза. Их бросали на произвол судьбы, да. Я вам честно могу сказать, я в своем избирательном округе прихожу зимой. Можно перебью? Ну, что-то я не видела ни одного председателя махалинского комитета, который бы написал, увольняюсь по собственному желанию, потому что мне тяжело работать. А его избирают народ. Давайте вернемся к закону. Я не хочу с вами дебаты сделать, вы ведущая. Давайте, давайте, у нас дебаты. Я хочу сказать одну вещь, давайте, вы сказали, что было 10 лет назад, это уже изюминки туда тянутся. Ну, давайте правде в глаза. Ну, махалях изменилось же. Что-то изменилось, мы сделали столько асфальтов. Мы изменили, изменили школы. Ну, не в асфальте счастье. Нет, я понимаю, но вы знаете, люди 30 лет ждали этого. 30 лет независимости. Каждый ходил, каждый день писал, асфальт мне не делают. Ну, только в этом году они стали говорить, спасибо, мне ямочный асфальт сделали за 30 лет первый раз. И стали благодать. Давайте посмотрим. Все-таки все налицо. Я с вам расскажу, у меня прилетают люди, ну, мои друзья, которые по мере жизни улетели с нашей страны, проживают и раз там в 3 года или в 5 лет вот в этом году прилетели. Говорят, мы не можем узнать, где мы жили. Мы не можем узнать. То есть, все так настолько меняется. Меняется город само собой. Я говорю о махалях, то есть, детские площадки, беседки. Это же налицо. Нет, я не хочу сказать, что нету проблем, Саадат. Я знаю, что проблемы есть. Проблем уйму. Но надо оценивать все на то, что это еще значит есть над чем работать. Еще есть что стоит на весах. Я хочу еще один подчеркнуть момент. Вот вчера вопрос стоял о ТСЖ. Вот наш коллега тут здесь. Я знаю, что его это очень момент интересует. Вчера наш кандидат от нашей политической партии в президент, он сказал, давайте разово, разово государство обнулит это все. Обнулит. Просто обнулит. И начнем управляющие компании заново для того, чтобы нашему народу было лучше. Это когда это было? Когда кто-то сказал, что мы что-то обнулим. Этого не было. Джамжит Ильхамджуныч, вы как думаете по вопросу махалинских комитетов и того, что выделят 10 миллиардов каждой махале? Я думаю, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Когда мы делали вас, она была уже друг diagonal, что у которых дошли sellers. Когда я сделала вас на небольшой облаканисты, с пол lemбом, что мы берем деньги от заходов motivation. Какая oppose, которая скрыла ее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и получите комментарии. Мотивация была. Я не хочу вернуться к вашим словам. А где-то были же остановлены моменты, потому что не хватило денег. Деньги, да, где-то развороны, я думаю, наши правоохранительные органы дадут оценку, выявят, вернут эти деньги на место, и виновные лица будут наказаны. Но вы знаете, наш президент, что сказал, наш кандидат? И нынешний президент. Он сказал, я за эти пять лет многому чему научился, и мне есть что оценить. Я теперь знаю, как двигаться дальше. То есть, это не просто цифра взята 10 миллиардов. В этом году было выделено, вы знаете, по миллиарду, потом по два на каждого депутата, да? И этих денег не хватило. Это как и не было. Не-не, вы здесь ошибаетесь. Мы в этой части участвовали, как депутаты, я так думаю. Мой коллега здесь подтвердит. Да, денег не хватило. Денег на все не хватило. Но, я так думаю, какие-то части дошли до народа. Где-то были... Теперь какие задачи стоят? Теперь стоят задачи. Там, где не хватает школ, достроить школы. Те сады, которые не были доделаны, надо доделать. Это все привязано к Махале. И, соответственно, я так думаю, вот этот политический момент, может быть, это будет экспериментально, может быть, будут какие-то опять-таки минусы, да? Но то, что Махале дают сейчас момент, чтобы у нее был бюджет, и она могла правильно экономическую реформу делать, то есть управлять, это на самом деле правильный момент. Потому что с ячейки должно начаться. Район должен строиться с той ячейки. Сейчас, понимаете, Хаким, он видит глобально район, но он не видит ее в разрезе как бы Махалей. А в каждой Махале есть своя проблема. Есть житель и в вашем доме, и в моем доме, и по моей улице, есть тому, кому нужно протянуть руку, да? Я так думаю, здесь будет справедливо. Самое главное здесь, еще раз хотелось бы вернуться, чтобы каждый наш гражданин проявлял свою гражданскую позицию. При выборах президента, при выборах депутата. Вчера вот вы очень глобальную тему подняли. Как вы своего депутата не знаете? Понятно, потому что наши люди не верят в те, может быть, моменты выборов, которые есть. И также Махалинского района, согласно сегодня действующему законодательству о государственной власти на местах, он тоже избирается народом, который проживает в этой Махале. Если правильный выбор сделает наш народ, я думаю, за этим стоит великое будущее. Ну, значит, спасибо. Значит, мы теперь можем посмотреть ролик по поводу того, что произошло за пять лет правления нашего президента. Единственное у меня, конечно, у меня есть надежда на то, что слова нашего Умида все-таки состоятся, и что-то еще дальше будет меняться. Пожалуйста. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...